Значит, как получать услуги? Что за дебильная тема, можно подумать? Ещё раз мы эту херню увидим, получишь по жопе. А действительно ли компания говно? Вы, короче, козлы и пидорасы, блять, ставят один балл, короче, и как бы отваливает. Это было реально дорогое заведение. Всем привет, друзья! Рубрика «Стакан чая», который уже немножко охладился. Сегодня я хочу поговорить на очень странную тему о том, как же нам получать услуги. Но для этого мне надо, чтобы вы подписались на канал, потому что до сих пор по какой-то причине большинство людей смотрят его без подписки. Причём реально смотрят, ставят лайки и участвуют, но почему-то не подписываются. Наверное, потому что просто забывают. Поэтому вот вам специально выделенное время для того, чтобы выполнить это несложное действие. Окей, погнали дальше. Значит, как получать услуги? Что за дебильная тема, можно подумать на самом деле? Но я вот вынужден, потому что мы живём в тех широтах, где это вопиющая штука, и она прям критически важна. То есть мы живём на самом деле на свободном рынке. То есть человек выбирает, куда ему пойти, выбирает, какой компанией воспользоваться, ещё что в этом роде. Про осознанность в выборе мы, наверное, не знаю, мне кажется, это весь канал в принципе об этом. Но есть отдельный прям видос, думаю, ссылку вставим. Так вот, хороший сервис — это взаимный вклад и компаний, и клиентов. А у нас получается какая штука? Что создаётся впечатление, что в обществе живут одни перфекционисты, которые никогда в жизни не совершали ошибку. Я думаю, мы к этой теме ещё вернёмся ближе к концу ролика. Откуда это всё взялось? Я думаю, потому что нам рассказывали, что надо учиться на пятёрке. На самом деле это всё полная хуйня вообще, эти оценки не играют никакой роли. И вот получается такая штука. Допустим, человек пришёл в какую-то компанию, он получил, как ему кажется, какой-то негативный опыт. Ну, например, не знаю, ему там не понравилось блюдо. Или там ему показалось, что его обманули в автомастерской. Нативная интеграция. И он пишет, вы, короче, козлы и пидорасы, блядь, ставит один балл, короче, и как бы отваливает. Вот. Ну, то есть, казалось бы, ну, вполне логичное, нормальное поведение. Компания говно, всё до свидов. Но. Действительно ли, вот все этапы были настолько плохие, если он ставит один балл? Это мы тоже будем разбирать. Вот. Но самое-самое важное. А действительно ли компания говно? То есть, не путает ли он, что вот конкретное блюдо, которое ему конкретно не понравилось, или он там нашёл волос, я не знаю, говорит о том, что вся компания в целом дерьмо. То есть, сказал ли он как-то компания о том, что, ребята, мне кажется, что ваша компания говно. То есть, проверил ли он вообще эту свою гипотезу. То есть, на примере с блюдом. Можно позвать официанта и сказать, ребят, я не хочу этот банан. Волос. Вот. И официант, там уже есть разные варианты. Официант скажет, да я его специально положил, потому что ты гнида и пидор. Вот. Окей, да, тогда можно сделать такой вывод. Но и то ещё даже рановато. Либо он говорит, ой, извините, экскузимуа уходит, уносит блюда, спрашивает, что вам поменять, вернуть деньги, короче, ещё что-то. Возвращает вам блюдо, дарит вам кексик, короче, и чай, и скидочную карту. Компания говно или нет? Компания повела себя прекрасно. То есть, какой-то из сотрудников, там, допустил какую-то халатность, там, я не знаю, не поправил чепчик, который он готовил, ещё что-то вроде. Но если учесть вот эти все факторы, то есть, компания, её бизнес-процессы, они уже точно не на один балл. Ну, в худшем случае на четыре, да, потому что, как компания, они повели себя прекрасно. То есть, как бизнес, они поступили с вами просто неожиданно и приятно. Отлично, то есть, они на вашей стороне, они сделали в конфликтной ситуации, хотя, казалось бы, уже произошло самое плохое, что может быть, сделали всё. И всё получилось. А теперь возьмём другой пример. Например, человек, короче, увидел этот волос, плюнул такой, да идите нахуй, короче, и свалил, написал вот этот вот плохой отзыв. Компания видит этот плохой отзыв, пишет ему, ой, извините, давайте разберёмся, давайте это, давайте что-то решать. Вот, а он им... Вы не правы, всего доброго. Ни хрена не отвечает, просто пропал и всё. То есть, в этом примере проигрывают все. То есть, в первом примере выигрывают все, выигрывает в первую очередь клиент, потому что он получил своё блюдо, он поел как хотел, он получил свои извинения, получил сатисфакцию. В общем, ему простелили красную ковровую дорожку и сказали, дружище, пожалуйста, приходи, будем рады тебя видеть. Короче, всё такое. Он счастлив, он скорее всего вернётся к этому заведению. Заведение тоже выиграло, потому что оно получило довольного клиента, оно получило шанс узнать о том, что их бизнес-процесс не идеален, а может быть, они узнали о том, что этот вообще там, не знаю, снял свой чепчик, посмотрели камеру и ему сказали, чувак, ты что гонишь? Ещё раз мы эту херню увидим, получишь по жопе. Либо, это уже не первая жалоба, тогда не уволят нахер и наймут кого-то более дисциплинированного. То есть они получили более лучшую, более, соответственно, как следствие, прибыльную компанию. То есть человек помог им улучшить их бизнес для себя. То есть в следующий раз, когда он туда придёт, он получит лучший сервис, лучшие услуги. Но если в той ситуации, что он говорит, ребята, я честно вам скажу за всю свою жизнь, у меня ни разу не было ситуации, когда говорилось, что ребята, мне не нравится вот эта вот штука, когда на это никак не реагировали. Ну потому что надо быть нахуй вообще безумным, к чёртовой матери, чтобы на клиента, который говорит о том, что ребята, тут какая-то фигня, просто забить хер вообще откровенно, открыто и так далее. Опять, если официант забил хер, то можно позвать менеджера, у меня был такой случай. Причём, кстати, это было в реально дорогом заведении. Вот, то есть мы там сказали, официант, кстати, это конкретно был волос в блюде, мы ему об этом сказали, он посмотрел и такой, я работаю на EBC, как и все здесь. Это не мой и ушёл. Это было реально дорогое заведение. Вот, мы позвали менеджера, менеджер охуел, просто он вот так вот открыл глаза. Я думаю, я уверен полностью, что этого чувака в этот же день уволили нахуй из этого заведения. Вот, ну потому что мы втроём, там чек был 8 тысяч. Это не дешёвый ресторан, там такого точно, блять, быть не должно. Они извинились, они нам сделали скидос, они нам надарили, короче, пирожных, то есть они повели себя максимально толерантно. Менеджер долго извинялся, мы почувствовали себя более чем удовлетворёнными. Я вернусь в это заведение, да, потому что я прекрасно к ним отношусь. Я понимаю, что это просто какой-то гондон, который туда проскочил. Может, у человека не в настроении он был в этот день, я не знаю. Мне это, в принципе, не важно. Важно то, что я остался доволен, я получил и скидку, я и поел, короче, и блюдо то свое получил. И ещё и на шару, короче, подогнали мне штуки и, кстати, скидочную карту. Так что пример абсолютно реальный и конкретный. Но мы бы могли плюнуть, короче, заказать счёт, заплатить полную стоимость и не пожрать и с дерьмовым настроением пойти дальше. То есть хороший сервис – это взаимный вклад и клиента, и компании. И говорить о том, что компания говно, при этом не сделав ничего, даже чтобы подтвердить свою гипотезу, это, ну, мягко говоря, туповато. И меня немножко пугает масштабы этого в нашей стране. То есть классическая ситуация с ресторанами, если посмотреть плохие отзывы – да, я задрот, я читаю постоянно отзывы, потому что мне это интересно. И можно посмотреть такую штуку, что, например, негативный отзыв начинается частенько с такой фразы, типа «Мы несколько лет ходим в этот ресторан, и всё было прекрасно, до одного прекрасного момента». Кстати, пиздоватая абсолютно фраза, чем этот момент прекрасен. Ну, и уже идёт описание того, как к ним, короче, плохо отнеслись. Вот. Вопрос номер раз. Почему вы сразу не говорите об этом менеджеру? Это же очень просто. То есть как минимум тому человеку, с которым вы в контакте, будь то официант, окей, скажи ему, слушай, мен, ну, что ты это делаешь тут сейчас херню? Ну, вот тут сейчас вот происходит вот это. Он там, допустим, с вами не согласен. Хорошо, круто, позови менеджера. Поговори с менеджером. Зачем это ковбойство? Зачем писать этот отзыв? Зачем это выносить в какую-то публичную? Ведь ещё ничего не произошло. Тебя ещё никто не послал нахуй. Всё в порядке на самом деле. То есть вы всего лишь в той фазе, когда человек выбирает абсолютно осознанно обидеться и остаться правым в этой обиде. А вот здесь вот, ребята, начинается самое интересное. Начинается целый мир. Человек привыкает именно так описывать обстоятельства в его жизни. И он настолько к этому привык, что вот он чувствует свою роль какого-то, ну, в общем, назовём это правильным. Роль правильного. Так вот, когда выигрывает роль, человек проигрывает. То есть он защищает свою роль правильного, не идёт на контакт. Ему уже говорят, друг, да давай, ну давай разберёмся, давай мы тебе тут это, скидки. То есть они ему фактически говорят, что чувак, давай мы сделаем то, что ты хочешь. Давай мы сделаем так, что тебе будет лучше. А он говорит, что мне залечит рану. Идите в жопу, потому что я решил выбрать быть обиженным и правым. И на самом деле сам в этот момент остаётся в сраке, только этого, блядь, не понимают. И именно поэтому это основная причина его негативных эмоций, потому что он сам сделал так, что он скатился в ещё более глубокую жопу в отношениях с этой компанией и лишил её какого-либо шанса вообще в принципе это восстановить. И это, ребята, очень печально, потому что люди, защищая свою позицию, могут зайти просто в безумные вещи. Вот, например, абсолютно конкретный пример был в нашей компании. Какой-то человек написал, блядь, ну лист А4 отзыва о том, короче, как его обманули, как ему вместо новой лампочки в машину вкрутили какое-то старое китайское говно, которое прекратило работать через неделю. И, короче, вообще все мои гондоны, козлы, вот, ну и так получилось, что там среди его друзей был мой знакомый, он меня отметил. И я ему говорю, что, месье, давайте разбираться, я представитель этой компании, давайте это, если вам, пожалуйста, заедьте, он, кстати, написал, что мы под его домом. Я говорю, заедьте, давайте разберемся, если там что-то не так, мы вам все подарим, лампочки ты общаясь. Он, идите нахуй, да я тут, да ради лампочки, чтобы я там куда-то ехал. Я думаю, ну ты, сука, пиздунжешь, пост-то не поленился написать. А на самом деле приехать к нам, наверное, быстрее, чем этот пост написать. Короче, мы его там, он, он меня обсыпал всеми матюками, короче, которые только могут. Я это все с достоинством вытерпел и все-таки пытался его ввести к какому-то рациональному руслу, но там глухо. Короче, мы его по фотке там опознали, посмотрели камеры и увидели одну интересную штуку, что мы ему меняли лампочку в левой фаре, а он говорит про правую фару. То есть у него отъебнула лампочка, которая там была раньше. Ой, как удобно. Я начинаю этому человеку писать, что, месье, у нас тут недоразумение, мы нашли и посмотрели камеры, а у меня в ответ еще большая порция матов. То есть получается, какая фигня. Человек мог получить все это на шару, но для этого ему надо было усомниться в своих словах. И он такой, так сильно защищает свою позицию обиженного разоблачителя, что сам остается в сраке. Мало того, распыляет это еще и на окружающих. Это, кстати, дичайшая несправедливость, дичайшая. Мы с этим, к сожалению, часто сталкиваемся. Это двойные стандарты, когда, допустим, мы там человеку что-то подиагностировали, а он говорит о том, что типа, ага, но считали, вот я поехал в другое место, а мне там в два раза меньше. Ему, ну клево. То есть статистически получается у него вероятность 50 на 50. Плюс очень сильно зависит от того, что конкретно он сказал, приехав на то место. Если он сказал, что он был вот в этой компании, и там ему сделали вот это, то надо быть просто шизоидным идиотом для того, чтобы не понимать, что для того, чтобы он стал твоим клиентом, просто скажи ему меньше, и все произойдет. То есть люди, они хотят подтверждения своих гипотез, они не хотят знать, как все на самом деле. И это, блин, сука, это такая неосознанность, это такая жесть. И люди так сильно в этом проигрывают, и они этого не осознают. Что им важнее своя позиция правого всемогущего разоблачителя, а на самом деле обиженного какого-то ребенка, который ушел и закрылся в комнате. Но это уже совсем более глубокие вопросы. Вместо того, чтобы реально узнать правду, то есть поинтересоваться, а так ли все на самом деле. То есть адекватные люди, как говорят, ребята, вот случилась такая штука. То есть они фактически описывают события. Они недолепливают ему, наебали, унизили, еще что-то в этом роде. То есть вообще всего этого нет. То есть фактическое описание события. И я за всю свою жизнь, я ни разу не встречал ни одной компании, которая бы как-то плохо на это отреагировала. То есть такие, ой, да, такая штука случилась, давайте разберемся. И я вам даже больше того скажу. Иногда я понимал, что подозрения были неоправданы, потому что на самом деле там произошла совершенно другая история. И как и этот человек, и еще море других, они могли бы получить лучший сервис, остаться в выигрыше. Даже в случае, ведь прикол в чем, что компания, она же умная компания не будет доказывать, что я прав. А ты не прав, потому что ты дебил. Нет. Она ему будет объяснять, что слушай, я на твоей стороне. Я с тобой. Ты мне нужен как клиент, я тебе нужен как компания. Давай сделаем как бы лучшее из этого. О чем я говорю? О культуре получения услуг и осознания того, что хороший сервис это вклад взаимный. Есть еще один интересный пример. У меня есть партнер Женя. И у них во дворе там такая какая-то каменная идиотская площадка, в которую там ни кустик не посадишь, короче, ничего не сделаешь. И он ну как бы купил там квартиру, переехал туда. И ну как бы начал общаться с жителями, а что ты тут за камней? Они такие, ну вот а шо ж там дождешься тут типа, а Джека разве дождешься? Ну там что-то такое. Вот. А он у всех спрашивал, а вы звонили, вы заказывали там, ну вы говорили о том, что есть такая проблема. Ну и народ как-то там что-то отвечал такое абстрактное. В общем, он взял телефон, позвонил. И через два дня им привезли туда, вывалили, короче, самосвал там этой земли, короче, воткнули там эти деревья. И все произошло. А в чем прикол? Он просто взял это и сделал. То есть он проверил, а точно ли звонили вообще? То есть он спрашивает, вы звонили, а там хрен знает что. То есть он просто взял на себя ответственность и позвонил. Так вот мой вопрос в том, что действительно ли все наши ЖЭКи такое говно? Действительно ли это так? И каждый человек, который это говорит, действительно ли он позвонил? Если ему там кто-то нахамил, нахамила какая-то женщина, еще что-то вроде, он оставил обратную связь. Он обратился к менеджменту, к управлению компании и сказал, что у вас там работает гондон, который мне грубит. Это произошло или нет? И вот пока это все не произошло, я не считаю, что эта компания говно. И оставить честную обратную связь, то есть фактическое описание, это лучшее, что мы можем сделать. Я уверен, что все наши службы, все наши попытки сейчас правительства сделать что-то лучше, они страдают в первую очередь от этого. От того, что люди не хотят даже обратиться к ним. Я уверен, что это самая основная проблема. Либо то, что они там не могут к ним дозвониться, они не могут написать менеджменту о том, что ребята, мы не можем к вам дозвониться. О том, что они просто между собой мусолят, жалуются друг другу на жизнь. Так вот, когда каждый из нас возьмет ответственность на себя и начнет предоставлять обратную связь тому сервису, которым мы пользуемся. Это может быть кинотеатр, ресторан, я не знаю, оптовые закупки, еще что-то в этом роде. И начнем вести диалог с менеджментом компании о том, что ребята, мне удобно, компания находится там, она предоставляет то, что мне надо. Но вот эта вот ситуация, она мне вот жутко не нравится. То есть если бы не она, я бы был вашим довольным, лояльным клиентом. И поверьте мне, спустя полгода, год такой практики у нас здесь будет ну такое все крутое, что вы себе даже не представляете. По одной простой причине, что те компании, которые не пойдут на встречу с клиентом, они просто отъебнут, их просто сдует с рынка. Их не станет по одной причине, что рулят те, кто лучше, те, кто борется за клиента, те, кто с ним. Это очень простые вещи. И это очень легко может произойти, если каждый из нас возьмет на себя ответственность и начнет честно, фактически описывать события, которые с ним происходят. И говорить свои желания, чего бы он хотел на самом деле. И тогда компании пойдут на встречу, они тогда узнают, что же тебе надо на самом деле. И сделают именно это. Вот как можно получать услуги. Ну и есть еще одна такая штука, есть еще одно идиотское убеждение, что если что-то хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Это классический пример, когда люди начинают сами лечиться, когда люди начинают сами, не знаю, строить мебель, в этом ни хрена не понимаю. Получается, что по итогу? Очень долго, очень хуево, очень больно, очень дорого. И спустя какое-то время они уже в отчаянии все равно обращаются к специалистам. Так вот, не бойтесь, смотрите рейтинги, читайте отзывы, обращайте к специалистам сразу. И это сделает так, что вы туда принесете деньги и таких компаний станет больше. Чем их больше, тем для вас потом цена меньше, тем больше вы выигрываете как конечный потребитель. Но пока вы все пытаетесь сделать сами, вы просто тратите свое время, свои деньги и занимаетесь полной херней. При одном условии, если вам это не приносит удовольствие. А я никогда не встречал, ну, может пару раз встречал людей, которым бы такая деятельность приносила реально удовольствие. Но это, как правило, люди, у которых все в жизни хорошо, и у них есть это как хобби, а не как необходимость. Предоставляйте обратную связь, пишите отзывы, это круто, это работает, это охуительно, это для всех нас делает жизнь лучше. До скорой встречи!